с тех времен я хранил длительное время эту расписку и каждый раз когда смотрел на нее делать а почему помните о спичке она тоже драгоценность зато у меня и бы осталось салфетка которая стоила 365 тысяч долларов сша как можно было так лохануться сам себе поражаюсь так долго зарабатывать чтобы все продать и потратить на одну бумажку знаете зато у меня эта бумажка была долгое время я не мог отпустить потом я понял что этих денег я никогда не увижу бумажку порвал и выкинул почему она создавала у меня состояние страдания но со спичкой было приятнее спичку тоже к сожалению потерял потерял почему не знаю как-то выпало ну не особо переживал тем не менее я единственный человек у которого есть события в жизни когда он купил спичку за 2000 гривен после этого долго ей наслаждался и потом умудрился ее потерять понимаете таким образом жизнь устроена по принципу увидеть во дворце дворец а не видеть во дворце бесконечное количество пыли согласно и так мы свои ценности обретаем сами и вот эти ценности которые вы создаете дома в виде вот такого ну где-то элемента фетиша создает божество семьи поняли создает божество семьи создает божество вашего бизнеса которого можно любить и который можно уважать и перед которым можно зажечь палочку его не нужно не сохранять не спасать ничего его нужно любить понимаете это любовь она должна быть виде даже поклонения почему потому что я хочу находиться на работе так как мне нравится находиться я не прихожу для того чтобы избежать семейные какие-то а я прихожу чтобы заработать деньги потому что нацеленность работы заключается в том чтобы на ней зарабатывать деньги правильно да таким образом я к ней отношусь хорошо и проявляю это в виде благодарности если даже на работе для меня работа имеет уже элемент фетиша даже которого нет я его представляю для себя и для него периодически там зажигаю палочку говорю о какой хороший день или о как хорошо все получается понимаете да я никого не благодарю почему потому что то что получается и есть благодарность понимаете то что получается и есть благодарны вы что думаете божество которое создает вселенной слышит вашу благодарность ну нет просто нужно жить и использовать определенные правила эзотерические которые создают предпосылки что всего чтобы вы работали или жили в состоянии гармонии в том мире в котором мы живем даже несмотря на то что наш социум где-то нам диктует совершенно другие условия жизни но это же не значит что мы должны все предаваться этому и жить только как создает это насос правит где-то должно быть альтернативное мировоззрение но не а социальное мировоззрение смотрите то что я говорю я ни при чем не заставляет меня не заботиться о тех детях которые рядом со мной находятся можно ли назвать меня сейчас тем человеком который не берет на себя ответственность за тех людей которые рядом находятся нет почему я этого не делаю дело в том что если ты берешь ответственность за кого-то или начинаешь заботиться то тогда ты это делаешь независимо от того человек тебя обвиняет или не обвиняет ты берешь это просто и делаешь это без ничего независимо от того причем ты или не причем это часть твоей судьбы то есть я не разделяю себя и свою семью взялся за семью значит часть твоей жизни все из этого ничего выкинуть нельзя взялся за себя чок себя обвинять чем-то дали мяч играй футбол сегодня шахтар кстати естественно если дали мяч что нужно бежать уже к воротам дали тебе твою жизнь чё ты себя обвиняешь нужно жить а если жить то выбрать два условия среди которого в одном ты будешь принимать на себя удары судьбы и страдать в другом говорите не причем и радоваться правильно да знаете почему фанера летит над парижем потому что свое время в 1800 каком-то году первый дележа были лигер которого звали фанер е пролетел над парижем тем самым он добрался до англии и поэтому с тех пор и есть такое высказывание которое звучит так пролетел как фанера над парижом он был фанер е а не фанера ну что продолжаем и так очищение квартиры в случае если а таким образом вы очищаете квартиру и освещаете ее также вы можете ее зарядить при помощи слов